Итак, мы с вами говорили о том, что у людей существуют различные стили обучения, связанные с различными стилями мышления. Как все люди уникальны и обладают своими особенностями, так и эти стили обучения обладают определенными чертами, по которым мы можем отнести, является человек представителем этого стиля или нет. Сегодня мы поговорим с вами об учениках с развитым воображением. Часто во время обучения на программах образования в школах или в семинариях требуется заучивание большого количества информации наизусть. Такие же приемы используются, например, в воскресной школе, когда проводятся определенные даже соревнования, кто больше выучит стихов Библии. Так вот, ученики с развитым воображением не могут похвастаться тем, что много могут запомнить наизусть, потому что знания их характеризуются не тем, сколько они запомнили наизусть, а как хорошо они увидели широту охвата информации. Это те люди, которые рисуют широкими мазками, подобно произведениям импрессионизма. Они видят картину жизни целиком. Они видят, как те местописания, которые они читают, связаны с их практической деятельностью, в то время как память не является их сильной стороной. Какими еще характеристиками они обладают? Это те люди, которые, как правило, говорят, когда они думают. Это те люди, которым нужно в процессе разговора изложить свои идеи, и в процессе разговора они мыслят и рассуждают. Одна бабушка пришла на консультацию к психологу и задает ему вопрос. Как мне быть в этой ситуации? Психолог задает ей, а что вы имеете в виду? Бабушка ему отвечает, как я могу сказать, что я имею в виду, пока я не услышала то, что я сказала. Это как раз характеристика людей с развитым воображением. К сожалению, учебные программы редко дают человеку возможность долго высказываться по одному вопросу. Как правило, классная система обучения подразумевает, что основной монолог ведет учитель, задавая только какие-то определенные вопросы ученикам. И это не позволяет ученикам с развитым воображением учиться в полную силу. Им нужно пространство и время, в котором они могут высказываться, рассуждать вслух, и таким образом будет запущена их система мышления. Ученики с развитым воображением вполне могут быть охарактеризованы как люди социальные. Весь мир строится вокруг людей. Даже факты они запоминают по ассоциации с людьми. Если вы хотите, чтобы такой человек запомнил, допустим, команды футбольные, прежде всего нужно познакомить его с теми игроками, которые там играют. И если он будет понимать, что это за игроки, какая у них семья, сколько у них детей, то им будет гораздо легче усвоить ту информацию, которая относится непосредственно к футболу. Это люди, которые думают о других, это люди, которые рассуждают о их жизни и готовы двигаться именно в этом направлении. Также отсюда вытекает то, что эти люди хорошо взаимодействуют с людьми. Как правило, люди с развитым воображением — это те, которые могут сплотить вокруг себя коллектив. Это те люди, которые легко просят о помощи и являются объединяющим фактором в любой компании, в любой организации. Как правило, такие люди способствуют развитию гармоничных отношений внутри команд. Также эти люди своеобразно принимают решения. Они не рациональны, они не взвешивают за и против, но, скорее всего, принимают решения, основываясь на своих чувствах и на своих предчувствиях. Их решения, в большей части, принимаются интуитивно. Рассказывает история о мальчугане, который играл роль владельца гостиницы в родственской истории. За неделю до спектакля он тщательно выучил слова. Его фраза должна была звучать так — «Нет вместо гостиницы». Они долго с мамой тренировали эту фразу и готовили ему костюм, который бы отражал ту эпоху. И вот наступило время. Иосиф с Марией, которая подоткнула подушку себе под платье, поднимаются на сцену и подходят стучать в его дверь. Он открывает и видит пришедших к нему людей. Слова застревают ему в горле. С первого ряда учителя воскресной школы начинают подсказывать ему — «Нет мест в гостинице». Мама с дальнего ряда пытается каким-то образом донести и напомнить ему эти слова. Но он никак не может произнести эту фразу. В конце концов, он не ведерживает и говорит — «Да знаю я слова, но у меня есть лишняя кровать, пусть они у меня переночуют». Это именно те люди, которые входят в ситуацию и пытаются каким-то образом помочь и разрешить ее. Кроме того, ученики с развитым воображением проявляют большую выдумку и фантазию по отношению к выстраиваемому взаимоотношению с людьми. Если вам нужно устроить какой-то праздник или поздравить оригинальным способом кого-то с днем рождения, задействуйте таких людей. Они придумают поздравления, организуют подготовку пира и также сделают такой праздник, который человек на очень долго запомнит. Вместе с тем, в дополнение к их сильным сторонам, у них есть и слабые стороны. Давайте посмотрим, какие они. Конечно, слабые стороны являются прямым продолжением наших сильных сторон. Поэтому ученики с воображением живут в разговоре. Они мыслят и рассуждают, когда произносят слова. Какую негативную часть мы можем здесь вывести? Часто на уроках такой человек становится центром внимания. Он использует любую возможность, чтобы порассуждать вслух, чтобы поделиться своим мнением, чтобы задать вопрос преподавателю. И таким образом он препятствует обучению всех других людей. Нужно искать возможности поговорить, порассуждать вне тех контекстов, которые будут мешать остальным. Другой отрицательной чертой учеников с развитым воображением является склонность к зависимости от мнения других людей. Особенно важным это является в подростковом возрасте, когда группа приобретает все больше и больше значимость в глазах подростка. В этот момент он может увлечься теми ценностями, которые существуют в группе, и будет не способен противостоять групповому давлению. Итак, давайте в целом посмотрим, какие черты характеризуют ученика с развитым воображением. Прежде всего, такие ученики мыслят широкими мазками. Эти ученики учатся, когда слушают и высказывают идеи. Эти ученики ищут ответов на вопрос «почему» или «почему нет». Эти ученики общительны, дружелюбны, внимательны. Эти ученики сострадательны. Они внимательны к поведению других. Они любят слушать и говорить. Лучше работают в шумном окружении. Не любят долгих лекций, запоминания наизусть, работу наедине. Как правило, это люди идей. Они делают то, что чувствуют. Им легче запоминать факты по ассоциации с людьми. Эти ученики учатся, когда говорят. Они любят чувствовать себя в своей компании. Они любят участвовать в ролевых играх, розыгрышах, пантомимах. Но не любят находиться в ситуации, когда возможен только выигрыш или проигрыш. Они больше ценят людей, чем вещи. И дружбу ставят выше оценок. Такие ученики любят работать в красочной остановке. И их самооценка строится на основании того, какие у них выстроены взаимоотношения с друзьями. Субтитры создавал DimaTorzok